Хорошо, что не ожидается хотя бы дождей. Хорошо, да. Так приятно гулять с летними вечерами, особенно в парках, среди деревьев. А сейчас столько сирени, это вот мои любимые цветы. Не боишься ходить вот так вот среди деревьев в парках? За каждым деревом может скрываться нехороший человек. Нет, ты знаешь, я не боюсь. Тем более я владею секретными приемами, которыми владеет, кстати, и Татьяна Докучаева. Она и меня научила, и других сейчас научит. В современном мире никто не застрахован от внезапного нападения злоумышленников. Особенно это касается представительниц прекрасного пола. Именно поэтому знания по самообороне необходимы для женщин. Как правильно оказать самооборону, нам помогут инструкторы Ростислав и Павел Индурбаев-Гончарук. Доброе утро. Доброе утро. Итак, если мы почувствовали, что за нами кто-то следит, что мы должны сделать, чтобы на нас не напали? Какие-то психологические действия, что можем оказать? Ну, во-первых, надо быть уверенным, не сомневаться. В первую очередь, психология, да. То есть, как бы, вести себя как естественный. То есть, как идем, так идем? Как идем, так идем. А скорость не надо прибавлять шагу? Да нет, сразу они же почувствуют. Если какие-то изменения, ускорение или замедление, автоматически, как бы, злоумышленник это почувствует. И почувствует о том, что у этого человека жертва, значит, что-то ценное есть или уже психологически сломлен. Если человек психологически сломлен, 50%, можно сказать, проиграл. Женщины обычно с собой ничего и не таскают. Например, ну, зонтик, это от случая к случаю. Но всегда у женщин есть сумка и каблуки. Они как-то могут нам помочь? Сумка может помочь, да. Это как бы, как нычаг, как бы, по голове ударить своего рода можно. Но если и сумки нет, и ничего такого нет, то есть, вот, ладошки открыты или, там, не обязательно кулаком. Нужно, вот так, область лица, нос там, глаза. Достаточно, чтобы человек, как бы, вышел из себя. То есть, как бы, на время, как бы, вас потерял, можно сказать. Потом последующие действия, промежнок, как бы, если это мужчина своего рода, он загибается. То есть, можно уже дальше контрольный удар нанести или, как там, процесс провести на кулаком, может быть, локтем, может быть, с коленом. Ну, и, соответственно, противник почувствовал агрессивный нападающий, психологический, как бы, он сдается и не продолжает уже дальнейшее нападение. Ну, давайте тогда уже, может, перейдем к самой самообороне. Что мы должны первым делом сделать? Ну, первым делом, вот, например, он хватает, меня, например, хватает его. Вот, хватает, вот, вот он хватает. Да. Видите, да? Ну, мы, конечно, тренированные люди вот так делаем, да? Ну, в данный момент неподготовленный удар. Вот удар прошел, видите, да? Нос попал, уже фактически рука расслаблена, видите? Следующий удар идет, вот он, загибается, видите, да? И можно уже вот удар, свое родо, ударить. Ну, то есть, нанести голову удар с локтями. А если человек нападает сзади? А если человек нападает сзади, вот, вот, видите, удушаешь его. Да, уже освободить. В первую очередь нужно голову не вверх поднимать, а зажимать вот так. Угу. Второй вот, в дыхательном пути освободить. А потом, хватит, да, хватит, и брошу, и добиваешься удар происходит. Что я могу сделать с помощью сумки? Ну, сумка тоже очень хорошее оружие, честно говоря, для девушки особенно. Ну, и для мужчин. Можно покажите? Да, конечно. Вот, длинный, конечно, держать неудобно, потому что не контролируется, видите, инерция удара. Покороче ручка, вот, очень даже хорошая. Если там ключи или какие-то там, то же самое кошелек, вот, куда, точно так же, как ладошка. Было же, да? Угу. Область лица, например, вот нанесли, видите, да? Область лица. Можно и второй уже, фактически, тоже, опять же так. Вот, видите, да? То есть, сбоку, не надо сумку накидывать на человека? Можно, конечно, так, но эффект меньше будет. Он может в этот момент, почему? Потому что скорость, видите, да, маленькая, он может схватить. А так, когда размах, фактически, скорость сумки большая, и противника злоумышленного схватить не сможет. И дистанция, да, большая. Даже если схватить, схватить, вот, схватили, да? У вас есть возможность, видите, безопасно. А если так, он близко, он может вас схватить. И тут процесс происходит. Вы можете, вот, удар нанести промеж ног, свое родное. Он загибается, а еще контрольно можете, сумочка, то же самое. А что делать в случае, если на меня напали с ножом? Ну, вот, например, я представляю вас, и Росислав на меня нападает с ножом. Вот, бывает разная ситуация. Ножом, например, подошел, он так близко, и неожиданно выставил вот сюда, например. Да, тут резкое движение назад делать нельзя. Почему? Потому что порежет горло. Перед тоже не надо. Нужно сначала, вот, получается, вот, фактически... Схватить за руку? Нет, даже не схватить. Ни назад, ни вперед. Фактически в сторону надо уходить. Вот, получается, процесс, видите, да, такой. Раз, вот она, проводим. Полевой прием своего рода, видите? Вот, и обезоруживаем. Закручиваем? Да, закручиваем, да. А что тогда делать, если на меня напали с пистолетом? Несмотря с какой стороны. Спереди, сзади, ну, бывает разное. Вот, бывает спереди, да, в живот, или в голову, вот, бывает. Или бывает со спины, например, затылок, например, бывает. Ну, тут разные. Система, фактически, можно сказать, одна и та же. Вот в таком случае. Опять же, не надо убегать, потому что пули догонят. Вот, поставили, да. Вот нужно движение, видите? Первый выстрел ушел в сторону. Потом процесс происходит. Видите, контроль? Можно удар нанести в челюсть, да, в свою роду. И потом те же самые движения. Потому что нам не обязательно нужно его убивать, обезвреживать, видите? Хорошо, допустим, мы обезвреживали злоумысленький, а дальше-то что делать? Если психологически видите, вы чувствуете интуитивно, что он сломлен. Можно, как бы, соответственно, не убегать, спокойно, как бы, объяснить или уйти. Или просто вызвать, как бы, наряд милиц, пусть забирают. Ну, если это вам надо. Если вам этого не надо, ну, просто простили и пошли дальше, в свою роду. Ну, сейчас бы я хотела попробовать на самой себе методы самообороны. Не знаю, получится у меня или нет. Мне кажется, это очень сложно, но сейчас посмотрим. Я так думаю, получится у вас. Получится? Хорошо, давайте. В жизни абсолютно простые движения, но они напугали и обезвредили злоумышленника. Самое главное, если на вас напали, это быть уверенным в себе. Если вы чувствуете, что за вами кто-то идет, быть уже подготовленным. Нужно уже ее захватить за сумку, держать ее, чтобы в нужный момент дать отпор. И, пожалуйста, будьте осмотрительны, не ходите поодиночке, тем более вечернее время. Берегите себя!